Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. А мы сейчас с мужем идем в бельгийский ресторанчик покушать бельгийские вафельки. Вот такой вот у меня аутфит. Самое главное, что мне вдвойне будет приятно покушать бельгийские вафли с рук моего сына, потому что он главный повар в этом ресторане. И он готовит эти вафли. Итак, пошли посмотрим их. Какая красота. Мой сыночек приготовил. Вот такую красоту. Какая красотища тут. Вот хочу обратить внимание, как-то я делала такое видео о том, что было заброшено здание, не реставрировал его никто. Все, услышано, мое видео просмотрели. И вот, пожалуйста, посмотрите, результат идет во всю реставрация. Это у нас улица Суворова. Значит, не зря я во все колокола била и везде писала об этом. На всех сайтах. Вот это наша улица Суворова. Очень красивая улочка такая, знаете, ну вот в таком стиле, скажем так. Вообще у нас весь город, честно говоря, в таком стиле, кроме одного райончика. Тоже такие вот дворы. Видите, дворик такой чисто, как итальянско-одесский вариант. Вот, а там мой сын, дальше, 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 вот там, работает в кафешке. И мы туда обязательно с вами зайдем и посмотрим, чем он нас сегодня угостит. Потому что он главный повар. И я обязательно должна проверить, как мой сын научился готовить. Вот так, вот такая архитектура тут у нас. Старинные все вот такие здания. Конец 19 века. Вон мой муж стоит и преданно-преданно ждет меня. Мой красавец. Так, сейчас глянем. Здесь тоже колоритное. Ну, здесь тоже такая кафешка мороженое. Тут вообще подряд. Все, все, все. Ну, а здесь, здесь такие всякие разные штуки. Это народное творчество наше. Все ручная работа. Девочки работают. Мальчики. Так, ну, и здесь тоже у нас всегда, всегда. Всегда, всегда здесь продают всякую красоту. Всякую разную красоту, посвященную городу. Потому что здесь очень много у нас всегда. У нас очень много здесь туристов ходит. Так, пошли дальше. Ну, и здесь музыканты всегда наступают. Так. Там мотоциклисты собираются. Так, вот у нас туалеты для инвалидов. А с той стороны для всех. Так, пошли дальше. Пошли дальше. Так, дальше. Вот здесь вот когда-то был дуб. Это был символ Херсона. Но всему свое время. Ему было около двух веков. Такой не просто вековой, а двухвековой дуб. Естественно, он засох. Время прошло. Но память о нем осталась. Давайте посмотрим. Давайте, дорогие мои, глянем, что же здесь в памяти об этом дубе. Вот, за оградкой, чтобы не испортили. Вот такая вот работа. Вот так красиво все сделано. Это памятник наш. Представляете, два века. Посмотрим дальше. Воробушки, воробушки наслаждаются. Я везде своих найду. Ой, ой. Что-то не поделили. Что-то уже не поделили. Пошли дальше наблюдать. Смотреть. Такие вот чудные создания, чудные творения. Ну и с другой стороны тоже такие всякие дела. Так, пошли дальше. А здесь великие, такие большие-большие чинары. Или их еще называют платаны. Вот у нас вся центральная улица, она вот таких величественных платанах. У нас в Азии они называются чинары. Шикарные деревья. Это деревья моего детства. И только в одном месте растут, в Ферюзе. Там, где иранский шах жил. А вот посмотрите, дальше дома. Ну вот дальше уже жилые дома. Такие вот. За магазинчиком очень красивые. Вот такие вот дома. И тоже все уже отреставрировано. Это меня радует. Ну а каву у нас любят. И поэтому здесь кофейня на кофейне. Это наши горожане. У нас каву очень любят. И вечером очень много людей пьют кофе. Все.